Здравствуйте! Тема занятия «Вредное воздействие ТЭС на окружающую среду на примере атмосферы». Итак, человек в результате своей деятельности воздействует на среду, и в результате этого воздействия получает какой-то полезный продукт, но в том числе и может получить какой-то негативный эффект, как сам человек. Ну и, конечно, в первую очередь среда тоже может получать негативный или нежелательный эффект. Так вот, с какого момента следует считать этот эффект вредным, а с какого не вредным? Вот если, например, ты спилил дерево для того, чтобы получить дрова и отопить свой дом, и в результате сжигания там какие-то выбросил дымовые газы – это вредное воздействие или не вредное? Или если ты у костра греешься холодной ночью в поле или в лесу – это вредное воздействие или не вредное? Или электростанция, которая выбрасывает в больших количествах загрязняющие атмосферу вещества? Так вот, для того, чтобы определить в рамках нашей технической цивилизации, в которой мы живем и развиваемся, где наступает вредное воздействие, а где оно пока еще не наступает, существуют некоторые меры или нормативы. Эти меры выражаются в нормативах. И мы с вами здесь и сейчас рассмотрим два только таких норматива. Это предельно допустимый выброс или ПДВ и предельно допустимая концентрация или ПДК. Предельно допустимый выброс характеризует количество выбрасываемых веществ, которые произведены станцией на устье источника выбросов. Но если мы говорим об атмосфере, то это вот на срезе трубы, сколько вещества в кубометре продуктов сгорания, загрязняющего вещества в кубометре продуктов сгорания, вот выбрасывается в среду. Это предельно допустимый выброс, он характеризует работу станции. А предельно допустимая концентрация характеризует содержание этого вещества возле земли, в приземном слое атмосферы, где люди, как правило, и обитают. Вот эти два показателя мы рассматриваем. Ну и конечно же для развития техники без нормативов не обойтись. Таким образом, под воздействием вообще понимают обмен веществом и энергией, ну если мы говорим вообще хоть о каком-то воздействии на окружающую среду или обратном воздействии среды на человека, но так вот под вредным воздействием понимают такой процесс обмена веществом и энергией, при котором происходят количественные и качественные изменения среды, превышающие предельные нормативы, которые в свою очередь определяются тремя факторами – интенсивностью, степенью и опасностью. Вот эти интенсивные степени опасности вы посмотрите, но я хочу обратить внимание на вашу формулу, которая показана ниже чуть-чуть. Обратите внимание, если выброс загрязняющего среду вещества, он в числителе стоит, больше, чем предельно допустимый показатель, чем показатель ПДВ для этого вещества, то тогда опасность воздействия существует. А если меньше, то есть вот эта маленькая «жи» меньше единицы, то тогда технический прогресс считается. Не воздействует на природную среду опасно. Ну или считай, раз опасности нет, то и не воздействует. Вот суть этого норматива в чем заключается. То есть, если ты устанавливаешь какой-то норматив и превышаешь его, то ты воздействуешь. А если ты этот норматив не превышаешь, то не воздействуешь на среду. Что это за норматив для электростанции? Мы уже с вами говорили о том, что ключевыми факторами для электростанции являются выбросы золы, оксидов серы, оксидов азота. Ну и еще ряд каких-то показателей. Вот для них и определены предельно допустимые показатели в виде ПДВ. Ну и вот, например, для станций по оксидам азота. Я сейчас даже посмотрю. Вот у меня здесь есть книжка интересная. Вот я ее, давайте я вам ее покажу. Сейчас демонстрацию остановлю. Вот обратите внимание. Саламатов ВВ, природоохранные технологии от ЭСАЭС. Эти показатели я на память не помню. Поэтому подсмотрю. Вот у нас по оксидам азота в атмосферу. От 125 до 640 миллиграмм на кубометр. От 125 до 650 миллиграмм на кубометр. Я напомню, что требования к экологически чистой тесту, это для нашей страны, вот эти нормативы. Требования к экологически чистой тесту до 200 миллиграмм. 125 это для газа. А дальше вот этот показатель колеблется в разных диапазонах и зависит от мощности котлов, конечно. От вида топлива, от типа шлака удаления. И вот для котлов малых мощностей, малых паропроизводительностей. Вот самый высокий показатель 640 миллиграмм и для жидкого шлака удаления. По оксидам серы до 1400. От 700 до 1400 миллиграмм на кубометр. Но это при, надо сказать, при сернистости свыше 4,5% топлива. Ну и тоже этот показатель колеблется в зависимости от котлов, в зависимости от вида топлива и так дальше. Так вот, хочу сказать и обратить внимание. Наши энергетические угли, вот отечественные массово, которые применяются Кузнецкий и Конскачинский, у них сернистость невысокая от 0,3 до 0,6%. То есть существенно меньше, чем 1%. Поэтому для нашей энергетики вот такие гигантские выбросы не характерны. Но вместе с тем нормативы по предельно допустимым выбросам, они вот такие стоят. Я хочу сказать, что эти показатели приблизительно соответствуют общемировым показателям по предельно допустимым выбросам. Там тоже по оксидам азота до 700 миллиграмм, по оксидам серы в ряде там территорий, в ряде стран и 600 есть миллиграмм на кубометр, ну и 1000 миллиграмм на кубометр. Вот такие показатели в виде нормативов в разных странах существуют. Так что эти показатели не выше, чем в мире, я хочу обратить внимание. Вот смысл понятия вредности при развитии технической цивилизации. То есть устанавливается норматив, если ты норматив выдерживаешь, то ты не несешь вреда. А если ты норматив этот не выдерживаешь, то тогда ты вредишь. Ну а если ты вредишь, то тогда в этом случае ты платишь штраф. Ну и предполагается, что штраф этот идет в рекультивацию той территории, которой ты навредил. Следующий показатель предельно допустимый концентрации. Смысл и суть показателя. ПДК – это такая концентрация загрязняющего окружающую среду вещества, при которой при ежедневном воздействии и длительном состоянии здоровья человека не наблюдается патологических изменений, обнаруживаемых современными диагностическими методами, в том числе и в цепи поколений. Вот что такое предельно допустимая концентрация. Она определяется, конечно же, в приземном слое атмосферы, то есть там, где обитает человек. Ну и, конечно же, для каждого выбрасываемого вещества должно соблюдаться условие. Если эта концентрация меньше предельно допустимой, то тогда нет вреда человеку. А если она больше, чем предельно допустимая циитая в числителе, то тогда это выражение становится, не выполняется, и тогда есть вред человеку. И вот я хочу обратить внимание на вот этот термин, обнаруживаемый современными методами. В течение развития всей нашей цивилизации вот этот показатель ПДК, он только ужесточается, собственно, как и ПДВ. Они только ужесточаются, никогда. И нигде в мире непредельно допустимые выбросы, непредельно допустимые концентрации. Не было такого эпизода, чтобы они как бы отыграли назад и отскочили. Они только ужесточаются. И это как раз связано вот с диагностикой и современной приборной базой. То есть как только появляются достоверные сведения диагностического характера о том, что вот этот вред обнаруживается, то тогда этот показатель сразу на законодательном уровне ужесточается и только в сторону увеличения требований. Примером тому я могу привести, в частности, показатели радиационной безопасности по поглощению. Мария Кюри, известно, что Мария Кюри, она погибла вот в результате своей профессиональной деятельности. То есть она работала с делящимися элементами. Ну и в результате того, что находилась длительное время в зоне излучения, она в конце концов получила лучевую болезнь и умерла в раннем достаточно возрасте. Показатель вот тот, который существовал тогда, в то время заключался в следующем, что если ты находишься в зоне вот этого радиационного излучения в течение получаса и при этом не получаешь покраснения кожи, то вот это считалось безопасной поглощенной дозой в то время. Сейчас мы знаем, что эта смерть в 100% случаях без всяких исключений. То есть вот вот как это двигается, нормативы, связанные с предельно допустимыми концентрациями. То есть улучшается диагностика, уже встречаются требования. С точки зрения предельно допустимых концентраций еще один фактор важный, хочу на него обратить внимание. То есть существует группа веществ, которые могут оказывать в том случае, если они одновременно находятся в окружающей среде, вред больший, чем если бы ты каждого по отдельности в той же дозе получил. Вот если они вместе, то вред несут больше, чем по отдельности. Такие вещества называют веществами однонаправленного действия, и для них существует следующая формула по обеспечению требований. Для выбросов электростанции такими веществами являются оксиды серы и оксиды азота. То есть оксиды серы и оксиды азота это вещества однонаправленного действия. Вот почему при расчете высоты дымовой трубы оба этих фактора учитываются в одном месте в формуле, потому что это вещества однонаправленного действия. Ну и здесь вот показаны некоторые значения ПДК для веществ характерных в атмосфере имеется в виду, характерных для веществ выбрасывающих с электростанциями. Ну вообще предельно допустимые концентрации выделяют среднесуточные и так называемые максимально разовые. Есть еще один показатель ПДК рабочей зоны. Но здесь он не показан, но знать об этом надо. Среднесуточные это то, сколько в среднем в территории за сутки. Максимально разовые это для залповых выбросов. Ну например, вот пример для электростанции это пусковой режим. В пусковой режим происходит массовый выброс вот этих продуктов сгорания. Из-за того, что еще котел не прогрет, он только начинает стопиться. Недожжок большой, там огромный, очень много вот непрогоревших частиц. И вот такой вот выброс, он разовый. Он только в момент пуска. Это залповый выброс, это максимально разовый выброс. Понятно, что требования к максимально разовому несколько слабже, чем требования к среднесуточным. Есть еще предельно допустимая концентрация рабочей зоны. Здесь я ее не показываю, но смысл в том, что для рабочей зоны это для работников и рабочих, которые в этой территории находятся. А они, как правило, защищены специальными нормативными актами. И у них специальные средства защиты выдаются и молоко, условно говоря, бесплатно дают. Ну, то есть, для них это отдельная категория, это не вообще обыватели, как все жители земли, города или России, скажем. Да, вот для нашей страны действующий нормативный показатель. Ну, и для сравнения я хочу показать, в каких случаях наступают уже какие-то заметные ухудшения в состоянии здоровья человека, при каких концентрациях вот эти наступают изменения. Ну, здесь, смотрите, дискомфорт, ухудшение дыхательных симптомов. Вот эти два фактора. Это факторы, которые характеризуют и влияют на снижение иммунитета. Они еще не ведут к появлению какого-то заболевания, но могут способствовать возникновению этого заболевания из-за того, что у тебя ухудшился иммунитет, потому что ты дышишь, как бы, раз ухудшилось дыхание, меньше кислорода получает организм. Ну, а эти концентрации уже характеризуют заболеваемость и болезнь. Ну, и обратите внимание, вот уже повышение смертности 0,5 концентрация миллиграмм и кубометр. Ну, а у нас максимально разовая по оксидам серы 0,5. Зола по оксидам серы 0,05. Ну, здесь при 0,05 по золе в принципе только вот изменение видимости наступает. Но если мы смотрим на оксиды серы, то от 0,25 уже может ты можешь уже легочными заболеваниями заболеть, а в условиях максимально разовых предельно допустимых концентраций этот показатель находится достаточно высоко. В этом смысле значение предельно допустимых концентраций где-то может быть на грани соответствуют тем показателям, которые сегодня можно обнаружить какими-то диагностическими методами. С другой стороны еще один важный момент, мне на него хочется обратить внимание. Если мы хотим обеспечить улучшение состояния атмосферы, а через это улучшение состояния атмосферы снизить воздействие негативное этих загрязняющих веществ на человека и на окружающую среду, то в условиях развития нашей цивилизации мы должны обеспечивать ужесточение требований вот к этим показателям. И после этого уже выходить на соответствующие технологии и технические решения, которые позволят обеспечить эти показатели на практике. вот именно так и именно по такому пути и развивается сегодня вся техника и наша цивилизация в целом. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok